Уважаемые депутаты, вашему вниманию предоставляется информация об организации автомобильных перевозок в Новороссийском районе. Согласно статье 15 пункта 6 закона 131 ФБ об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, к вопросам местного значения муниципального района относится вопрос создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Назаровского района. Муниципальным пассажирским автобусным движением в Назаровском районе охвачено 46 населенных пунктов. Сетью регулярных муниципальных автобусных маршрутов не охвачено 14 населенных пунктов с численностью населения 2357 человек, что составляет 10,5% от общей численности населения района. Общая численность населения района на 1 января 2017 года составила 22393 человека. И 14 населенных пунктов, которые не охвачены. Это поселок Сереж, разъезд, деревня Голубки, деревня Малая Сосновка, село Большая Сосновка, поселок Березовая Роща, деревня Глядень, деревня Малиновка, деревня Верхняя Березовка, поселок Красногорский, деревня Московка, деревня Новоалександровка, поселок Предгорный, деревня Средняя Березовка и деревня Усть-Березовка. Мы видим по этим населенным минутам, что в Степновском сельсовете больше всего не охвачено пассажирскими перевозками. Но спасает то, что зал Назаровская подводит до поселка Степнова своих работающих и в том числе пассажиров. Они уже добираются до города на автобусе регулярных пассажирских перевозок. За последние пять лет добавлены действующие маршруты или открытые дополнительные маршруты по таким населенным пунктам. В 2012 году это село Антропово, в 2013 году деревня Верхняя Чулынка, в 2014 году возобновлен заезд в деревню Новая Сокса рейсового автобуса по маршруту город Назарово-Сего Красная Сока. Муниципальные перевозки осуществляются по 17 муниципальным маршрутам. По пяти маршрутам дополнительно осуществляются коммерческие рейсы по согласованному с администрацией района или администрации сельского совета графику. Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляют автотранс и три индивидуальных предпринимателя. Это Картина Людмила Анатольевна, Гучин Сергей Михайлович, Разумов Николай Дмитриевич на основании договора, заключенных по итогам проведения открытых конкурсов. Кроме того, коммерческий рейс до посолка Преображенского осуществляет индивидуальный предприниматель Чуркина Анастасия Владимировна. В рамках муниципальной программы развития транспортных систем выделяются субсидии на возмещение организациям автомобильного транспорта недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов небольшой интенсивности пассажиропотока по внутрирайонным маршрутам не границ населенных пунктов. Программа пассажирских перевозок за 2017 год по состоянию на 1 января 2018 года выполнена на 89,5%. При плане 13 млн 249,9 тысяч выплачена субсидия перевозчикам в размере 11 млн 857,6 тысяч рублей. В том числе кредиторская задолженность за декабрь 2016 года 1 млн 125,2 тысячи рублей. По состоянию на 1 января 2018 года кредиторская задолженность составила 2 млн 517 тысяч рублей. В феврале месяце вся кредиторская задолженность за 2017 год погашена. На 2018 год расходы на организацию пассажирских перевозок утверждены по 17 муниципальным маршрутам. Первоначально утверждена была в сумме 8 млн 642 тысяч рублей. После проведения определенной работы совместно с перевозчиками администрации района сумма была увеличена еще на 3 млн. И общая сумма на 2018 год составила 11 млн 642,6 тысяч рублей. Начиная с 2018 года программа пассажирских перевозок утверждает и разрабатывает Министерство автопранспорта. И поэтому мы уже повлиять можем как-то однобоко. Сами мы можем никак. Норматив субсидирования утверждается по каждому маршруту и доводится до перевозчика по каждому рейсу. По каждому перевозчику отдельно. Раньше спускалась общая сумма. Мы делили на пассажира километры. И получался один норматив по всем рейсам. Согласно письма Министерства транспорта Красноярского края на 2018 год при формировании программы пассажирских перевозок рекомендовано рассмотреть возможность оптимизации программы перевозок и объема финансовой потребности в связи с ограниченностью средств краевого бюджета. Поэтому открытие новых маршрутов в 2018 году не планируется. И в связи с введением региональной навигационной информационной системы Красноярского края для контроля за осуществлением перевозок возникает много вопросов и проблем у перевозчиков. Например, по каждому маршруту утверждена схема движения автобуса. Раньше, когда не было этой региональной информационной системы, перевозчик, если пассажир просил где-то в определенном месте остановиться, он останавливался. Если, например, по маршруту движения, ну вот допустим, 506 маршрут у нас Назарова-Степной, он заходил в Медвецк, потом в Жгутово заходил, и на обратном пути он заходил только в Жгутово и ехал, должен ехать по схеме. Ну а если пассажиры просили, он на обратном пути заходил в Медвецк, сейчас пассажиры точно так же просят об этом, но в связи с тем, что региональная система это следит за каждой остановкой, за каждым отклонением от схемы маршрута, и этот маршрут считается незасчитанным, и за этот маршрут уже не получит перевозчик в ленинге. А пассажиры это не понимают, и возникают проблемы. Вот такие вопросы.